Каждому по железному конюну где взять место для стойла? Проблема с местами для парковки у любого крупного города давняя и наболевшая. Число примятых машинами газонов и заставленных ими же детских городков находится в прямой зависимости от количества автомобилей у населения. А места во дворах как не хватало, так и не хватает. Об этом наша коллега Елена Третьякова. Понять и простить. На такую реакцию, видимо, надеются нерадивые автомобилисты. Не все, но многие. Оставляя своих железных коней пастись на газоне или даже на детской площадке, они рассчитывают на терпение соседей. Обитатели дома по Советской 27 возмущены наглостью автовладельцев и уже устали жаловаться. По их словам, к вечеру в тесном дворе набивается до трех десятков машин. Народ морально, духовно нещает. Вот смотрите, хорошее мероприятие, сделано детскую площадку. Ну люди ставят машины, у них же есть дети. Я считаю, что это безобразие, конечно. Сначала мы строим эти детские площадки, как-то их облагораживаем, там все же как-то и грунт мы завозим, и песочек. А результат, непонятно там чего, через какое-то время, вот именно этими вот машинами. И это мы стараемся и донести до жителей. Но результат, видите, какой. В Ленинском районе города власть пошла навстречу населению. Инициативные группы жильцов обратились с просьбой выделить и оснастить специальные территории для парковки у их домов. Из 20 заявок возможной стала переделка семи дворов. Затея эта совсем не дешевая. Каждая парковочная площадка обойдется в полтора миллиона рублей. В октябре дом 44, двор у нас на Чехово 15, дробь 95, 17, 19 и Сверлого 93. Значит, двор Чкалово 64, 64Б, 66, 66Б. Также двор на улице Жуково 36А, двор Жуково 32, двор Чкалово 19, 19А. Мы делаем и покрытие асфальтовое и тротуары, и где-то будем устанавливать малую форму. Бордюрные камни – это такие суммы. А всего на район у нас выделено около 20 миллионов. Но не только машинами ограничиваются проблемы детских площадок. Большинство из них относятся к зоне ответственности управляющих компаний. За их уборку население ежемесячно платит. А стало быть, и результат должен быть. Но на практике прогулки в детском городке напоминают ходьбу по минному полю. Убирается плохо. Машины сплошь заезжают здесь. Здесь ребятам играть очень неудобно, потому что здесь все время выпивают, сидят здесь мужчины. Грязь вполне. Грязь. И палки, и доски с гвоздями, и все. С детишками негде погулять бывает. Машина, да, негде. Ване почти пять, но даже с вполне взрослым малышом мама гуляет буквально шаг в шаг. В детском городке на Лермонтово 36 ребенку угрожает реальная опасность. Опасность мы уже детям учим, говорим, чтобы они ни в коем случае не убрали, показываем шприцы и ни в коем случае предупреждаем сразу, чтобы им, конечно, постоянно под нашим контролем они находятся, чтобы они нигде ничего не убрали, не поднимали. И если видим, сами убираем, выбрасываем. Ситуация в принципе показательна. Пока подобные этому детские городки ждут долгожданной уборки, дети и их родители продолжают рисковать. В кучу мусора в центре площадки не прикрыты лежат продукты жизнедеятельности местных наркоманов. Укол, зараженный иглой, в любой момент может обернуться трагедией.